Еще раз хочу попросить, чтобы мы проверили звук. Продолжение следует... Давайте без камеры попробуем, как пойдет. Так лучше. Хорошо, отлично. Тогда повторюсь. Меня зовут Федана Хунзаде. Я региональный менеджер Бюро по туризму Азербайджана. Это государственное учреждение при Государственном агентстве по туризму. Мы являемся представителями Государственного учреждения, которое занимается развитием туризма в стране и, конечно же, промоцированием страны, дестинацию в наших приоритетных рынках. И Россия, конечно, является одним из самых приоритетных рынков. Сейчас, к сожалению, у нас, как и во всем мире, немножко пауза. И до 4 мая у нас карантин и границы закрыты. Но, конечно же, это очень хорошее время для того, чтобы ознакомиться с направлением. Я думаю, что Азербайджан, как страна, которая активно борется и, по моему мнению, очень успешно борется с этим вирусом, не пострадает очень сильно в плане того, что будут активно также приезжать туристы, особенно из стран СНГ и, конечно же, из России в самую первую очередь. Начнем тогда с первого слайда. Анастасия, я вас попрошу помочь с первым слайдом. Я вам расскажу в целом об Азербайджане, о достопримечательностях. В первую очередь хочу рассказать, как доехать, как добраться до Азербайджана. В стране функционирует 7 международных аэропортов. Главный аэропорт, конечно, находится в Баку. Это один из самых престижных аэропортов в стране и, я могу сказать, что и в странах Кавказа. Из России очень хорошее у нас авиасообщение. Очень много летают самолетов из основных городов России. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, это Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные воды, Ростов-на-Дону. Мы сейчас занимаемся открытием прямых рейсов также и из других городов. Летают не только в Баку, летают в Ген-Джу, Лень-Карань, в Габалу сезонно летают прямые рейсы. Конечно, можно пересечь границу на машине, так как мы граничим с Россией с севера от нашей стороны, с северной части. И, конечно же, по железной дороге это уже для любителей долгих путешествий. На следующем слайде мы расскажем о визовом режиме. Конечно, для граждан стран СНГ и для граждан России не нужна виза для того, чтобы приехать в Азербайджан. И в течение 90 дней не нужна... Давайте так, я вижу Елену Зуеву, я вывезла ваш вопрос. Мы давайте в конце презентации ответим на все ваши вопросы. Я обязательно учту. В течение 90 дней не нужна регистрация и не нужна виза для граждан России. Но для других стран есть онлайн-портал, где можно с легкостью в течение трех дней получить быструю визу. Более детальную информацию, вот мы выложили там сайт, и виза.gov.as можно получить на этом сайте. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы видите карту Азербайджана и основные города с туристическим потенциалом, о которых я расскажу. Конечно, мы начнем с Баку. Баку, конечно, это хаб. Следующий слайд. Это хаб, и это город, с которого начинаются все туры для туристов. Это столица Азербайджана, самый развитый финансовый и туристический центр страны, который сильно развивается, который преображается каждый год. И для туристов раньше, если при общении с туроператорами, с турагентами, я слышала, что приезжают на 2-3 дня, на уикенд. Сегодня Баку можно спокойно провести не более недели, может, 10 дней. Хватит, чтобы увидеть все достопримечательности города. Есть сайт salambaku.travel, который недавно мы обновили. Там вы можете увидеть основные достопримечательности, посмотреть основную информацию, а также, что интересно, можно посмотреть виртуальные туры. Это очень интересно и очень актуально наше время на сегодняшний момент. И хочу также рассказать про Баку-карт, который помогает туристам с бесплатными проездами в общественном транспорте, со скидками в ресторанах, в моллах и так далее. Баку-карт также то, что поможет вашему туристу более интересно и удобно провести свое время в Баку. Баку мы в целом делим на Баку-восточный и Баку-современный. Конечно, когда вы приедете в Баку, вы ощутитесь, и ваши, конечно, туристы ощутят себя в восточной стране. Но дальше, конечно, вы можете себя ощутить в очень современном городе, в какой-то части схожей с Дубаем, с небоскребами, с современными моллами и так далее. Каждый тур, конечно, начинается со старого города. Старый город, который включен в всемирное наследие ЮНЕСКО. Это сердце города, в принципе, это где и зарождался сам Баку. Очень много исторических памятников XII-XV веков. Есть резиденция шарвашавских ханов. Есть девичья башня, старинные мечети, узкие улочки. В принципе, для российских туристов очень интересно посмотреть, где снимался фильм «Человек-амфибия», где снимали «Бриллиантовую руку», где падал Никулин со словами «Шот побили». Обязательно каждый российский турист там падает и фотографируется. В целом, конечно, нужно, я бы сказала, два-два с половиной часа, чтобы полностью просмотреть старый город. Очень интересные национальные рестораны, колоритные. Конечно, можно попробовать и национальный завтрак, и национальную еду. Но, конечно, Азербайджан – это гастрономия. И об этом я вам дальше еще расскажу. Чуть дальше от центра Баку такие же исторические памятники, которые обязательно включают в тур. Один из них, конечно, это Гобуста. Это музей над открытым небом, это наскальные рисунки, дактирующие более 40 тысяч лет тому назад. Там функционирует музей, очень интересное место для любителей истории. Это место, где и зарождалась сама жизнь. Эти наскальные рисунки показывают нам, как жили древние люди, как зарождалась жизнь вокруг огня. Неспроста Азербайджан называют страной огней. И есть храм огня, который был построен в XIX веке, называющийся Атышкях. Храм огня – это где, в принципе, молились зарастрийцы. Можно назвать это меккой зарастрийцев. Очень интересный комплекс, где на сегодняшний день функционируют несколько музеев. Можно почувствовать ту атмосферу, конечно, древнюю атмосферу зарастрийцев. Далее есть, мы предлагаем туру в Янардак. Это горячая гора, которая не потухает благодаря природному газу, ветрам, баку и солнцу, конечно. И грязевые вулканы – это уникальное место. 50% всех грязевых вулканов находятся на территории Азербайджана. Тоже уникальное место для посещения, для туристов. В следующем слайде мы расскажем о современном Баку. Когда я общаюсь с туристами или с гостями, с туроператорами во время инфо-туры, многие говорят, что не ожидали и чувствуют себя, как в Париже или как в Мадриде. Это неспроста. Центральные улицы в Баку очень напоминают европейские города, так как во время первого нефтяного бума приглашались европейские архитекторы, которые построили новый город за крепостными стенами старого города. И этот новый город сейчас является центральной частью Баку, который очень красиво освещается вечерами, очень много клубов, ресторанов. И неспроста, не просто так нас называют, значит, Баку называют Парижем Кавказом. Центр Гейдара Алиева. Культурный центр, уникальная архитектура, которая была построена знаменитой легендарной Заха Хадид. Уникальное построение и культурный центр, конечно, привлекает каждого туриста. Кто проезжает мимо, обязательно спрашивают, а что это за здание, обязательно перед ним фотографируется с хэштегом I love Bacu. В центре находится несколько музеев. Это музей национальных инструментов, музей ретро-машин и так далее. Музеи и выставки часто меняются, так как приезжает много иностранных деятелей культуры. И это очень интересно для тех, которые хотят провести свое время в музеях, посмотреть работы мировых художников. Также в центре функционирует концертный зал, где проходят концерты мировых звезд. Пламенные башни – это, конечно, на сегодня это символ Баку. Во всех магнитиках, во всех открытках вы увидите эти пламенные башни. На данный момент один из башен является фермент отелем. Две остальные – это бизнес офисы и пожилые здания, квартиры. Конечно, из каждой точки Баку можно увидеть пламенные башни. Они завораживают, особенно вечерами, когда загораются в виде флага страны. Также конгресс-центр является уникальным архитектурным произведением. И на данный момент там проходят большие конгрессы. Сам зал помещает около 2400 посадочных мест. И очень также уникальное архитектурное сооружение. На следующем слайде мы расскажем о том, что помимо архитектуры, культуры, истории, также Баку и Азербайджан предлагают активный туризм. Как вы знаете, уже несколько лет Баку проходит этапы Формулы-1. И также функционируют картинг-центры, где можно почувствовать ту атмосферу Формулы-1. Ветра и Каспийское море помогают и способствуют тому, что это очень удобно для любителей картинга. На местности, называющейся Шурабад, недалеко от Баку, находится Баку кайтсерфинг-центр. Центр оснащен всей инфраструктурой. И для любителей, и для профессионалов картинга есть все условия. Также есть тренеры, которые помогут и научат. Так что это все очень активно и интересно. Также мы функционируем и позиционируем страну как гольф-страну. Сейчас, на данный момент, это очень активно развивается в стране. Функционируют две основные гольф-площадки. Одна находится неподалеку от Баку, другая в городе Губа. Проходит много чемпионатов, любители помахать обязательно едут, приезжают даже на уикенд, на 2-3 дня. При гольф-площадках функционируют пятизвездочные отели. Конечно, это больше позиционируется для люкс-сегмента. Экскурсии на джипах, активный пеший туризм, походы. Это все организовывается также для наших туристов. На следующем слайде мы расскажем также о местах, где можно интересно провести время. Хочу рассказать о Човгане. Это в современном мире называют поло. Човган – национальная игра, которая играет в Азербайджане, проходит национальные чемпионаты. Анастасия, прошу поменять следующий слайд. Сам Човган находится в центре, где это играется, тоже неподалеку от Баку. Я очень люблю, например, смотреть матчи Човгана. Для любителей лошадок, поло – это очень завораживающее и интересное зрелище. Стрелковые клубы также находятся. Ну, конечно, и Баку – это ассоциируется с пляжем. Баку находится на берегу Каспийского моря. Удобно расположение тем, что у меня появился экран, и он исчез. Хорошо. Анастасия будет мне помогать. Удобно тем, что можно взять отель в центре города, и при этом очень удобно поехать на пляж, который находится в 30 минутах от центра города. Ну, конечно, есть и пляжные отели. Для пляжного сезона это очень интересно. Также функционирует яхт-клуб в центре города, который можно взять в аренду яхту, прокататься. Также интересные активности в Баку. Ночная жизнь, шоппинг. Как вы знаете, мы любим красиво одеваться, мы любим активно посещать все шоппинг-центры, магазины. Ночная жизнь также абсолютно безопасна. Я не получаю много вопросов касательно этого. В целом Баку и Азербайджан можно с легкостью назвать очень безопасной страной и безопасным городом, как Баку. Если прогуляться, вы увидите, что везде камеры, все спокойно гуляют. Абсолютно безопасная ночная жизнь также. Я хочу рассказать также на следующем слайде про вино. Азербайджан сейчас позиционирует, также запоминается винными турами. В стране функционируют винодельни. Очень вкусное и недорогое местное вино. Много местных брендов. Организуются дегустации вин, походы в винодельни. Винные туры очень актуальны сегодня. Конечно, рыба и икра обязательно покупают. Когда местные бренды вин, можно указать Савалан, можно указать Мейсари, можно указать Азграната, гранатовое вино. Тоже фишка Баку. Обязательно, когда приезжают в страну, спрашивают, что можно отсюда увезти. Можно увезти 100 грамм черной икры, не больше, а ситровой икры. И, конечно, гранатовое вино – это то, что обязательно каждый турист хочет попробовать. Ну, конечно, другие вина, виноградные, есть местные сорта вин, винограда. Так что обязательно в застольях, дегустируя национальную еду, также нужно обязательно попробовать местное вино. Про кухню. Конечно, Азербайджан – это гастрономия. Икру купить просто. Просто нужно, чтобы вам показали, где купить ее. Обязательно посещается зеленый базар, называется Яшил базар. И там можно поторговаться и купить за хорошую цену 100 грамм черной икры. По, скажем, отзывам туристов, Азербайджан – это гастрономия, конечно. Национальная кухня очень богатая, очень разнообразная, вкусная. Туристы отказываются от пиццы, от разных салатов и обязательно пробуют, и во время своего пребывания в Азербайджане обязательно пробуют национальную еду. Также делают мастер-классы очень интересные. Это активности, которые сделают время провождения ваших туристов интереснее, конечно. Не нашли. Да, к сожалению, нужно… В этом плане работа гидов обязательно нужна, чтобы показали, показали, где найти. Помимо Баку, сейчас хочу рассказать о регионах. Конечно, первый регион, который больше всего приходит на ум, когда говорят о регионах и туризме – это Габала. Город, который являлся столицей древней Кавказской Алмании. Очень уникальный город, имеет очень много интересных исторических памятников. Также этот город является горнолыжным курортом. Для горнолыжников тоже интересный город, который посещается природой самого города. Он находится на склоне Большого Кавказа. Также я когда рассказывала про вино Савалан, винодельня Савалан находится на территории Габалы. То есть и винные туры, и гастрономические туры, и экскурсионные туры, и горнолыжные туры. Можно все совместить в городе Габала. Лаххидж – очень уникальное село. Это село ремесленников. Маленькое село, которое в основном работает в секторе туризма. Очень много ремесленников, маленьких хостелов. Интересно, что в Лаххидже нет ресторана. Но чтобы отведать местную еду, обязательно ходят в гости к местным жителям. Это очень этнический такой уголок страны. Очень красивый вид. Он находится на вершине горы. И вы на фотографии слева снизу увидите каньоны. По этим каньонам поднимаются. И вот видите справа снизу фотографию Лаххиджа. Город лемесленников делают также мастер-классы для любителей различных. Делают сувениры, которые остаются для туристов, как хорошей памятью из Азербайджана. Тоже город, который находится недалеко от Баку. В целом мы скажем 2,5-3 часа от Баку. Следующий слайд я хочу также рассказать про Гёй-Гёль, Шамкир, который находится вблизи Гэнджи. Гэнджа – это второй большой город Азербайджана. Прямые рейсы из Москвы и периодически из Санкт-Петербурга осуществляются в Гэнджу. Продолжение следует... Меня слышно? Слышно, да? Всё, можем продолжать. Мы остановились на Герканском национальном парке. Продолжение следует... Коллеги, меня слышно? Не слышно? Можем продолжать. Хорошо. Герканский национальный парк. Это очень уникальное место, национальный парк, который находится на юге страны. Обязательно при посещении южных городов, как Лень-Карань, включается в Туро Герканский национальный парк, который славится своими редкими растениями, которые попали в книгу рекордов Киннеса. Красную книгу. Кирканский парк славится эльдарской сосной, железным деревом и другими уникальными растениями. На следующем слайде я расскажу про Шеки, также очень туристический город, находится в шести часах от Баку и полтора часа от Гебеля. В принципе, в северном направлении страны. Если вы хотите скомбинировать Баку и регионы, предлагаются Туро, значит, Баку, скажем, пять дней и больше, может. Дальше идет Гебеля, о котором я рассказала, да, это в трех часах, можно сказать, в четырех часах максимум до Баку. И дальше Шеки. Шеки очень туристический город, культурный центр, скажем, страны. Очень много также исторических памятников. Это дворец шекинских ханов, это кераван-сарай, вы видите на фотографии. Это город, где делается национальный платок Келагаи из шелка. Население славится своими анекдотами. Хочу отметить, что в стране свободно говорят на русском языке, нет языкового барьера для российского туриста. Шеки также славится своей пахлавой. Обязательно из Шеки покупают с собой туристы. Это, значит, пахлава шекинская, это национальный платок из шелка Келагаи и различные сувениры. Про горнолыжные курорты. В Азербайджане функционируют два горнолыжных курортов. Один – Шахдах, второй – Туфандах. Про длину трассы вам расскажет Мехман, который также представитель отеля, который находится в горнолыжном курорте Шахдах. И более детально вы получите информацию от Мехмана. Шахдах находится в двух с половиной часах от Баку. При комплексе функционируют три-пять отеля, один – четыре звезды и другие отели различные, хостелы. Про отели, опять-таки, Мехман вам расскажет. Туфандах находится в Гебале, то, что я говорила, что очень исторический город, и, то есть, можно совместить и горнолыжные курорты, и, значит, экскурсионные туры в Гебалу также. Лыжный, значит, период, сезон горнолыжки начинается с середины декабря по середину апреля. Для различных сегментов существует отельная база, скипасы стоят 20 монат за день, но это примерно делает 11 долларов, скажем. Вот так вот. Более детально, опять-таки, во второй части вебинара вы получите информацию от Мехмана. Также Азербайджан, помимо экскурсионных туров, помимо горнолыжных туров, двинных туров, гастономических туров, помимо этих туров Азербайджан славится своими лечебницами. Знаменитая «Нафталановая нефть», которая многие долгие годы является местом, которое посещают люди, у которых есть проблемы опорно-двигательного аппарата. При «Нафталане», при отеле даже существует музей костылей, куда приходят люди с костылями и, возвратившись, оставляют костыли на память в музей. «Нафталановая нефть», «Нафталановые ванны» популярны, конечно, для многих туристов и приезжают поколениями, даже туристы, когда мы общались с ними. И когда я спрашивала, откуда вы знаете про «Нафталан», мне говорили, что вот у меня бабушка здесь лечилась, отец здесь лечился, к сожалению, такие болезни переходят с поколения в поколение. Поэтому «Нафталан» является лечебницей уже нескольких поколений. На данный момент функционируют пятизвездочные отели. Это «Гарабах», это «Чинар» и «Гашалты». Также есть более бюджетные отели. Мы планируем сделать вебинар, который будет посвящен лечебницам Азербайджана, где будут участвовать представители отелей в начале мая вместе с компанией «Туи». Так что приглашаю вас следить за расписанием вебинаров и принять участие, где вы сможете более детально услышать про отели «Нафталан». Также хочу рассказать про Дуздах, находится он на Хичеване. Это соляные пещеры, в основном лечатся люди, болеющие астмой. Минеральные источники, 30% минеральных источников, местонахождение минеральных источников меди находится в Азербайджане. На данный момент функционируют два крупных отеля. Это на севере страны «Галалты Ризот», где местонахождение воды «Галалты», схожая с водой «Нафтуся», которая полезна желудокишечному тракту, заболевания почек. Также на юге страны Ленкаране функционирует «Ленкаран Спринкс Отель», в котором также функционирует поликлиника, проводится лечение термальными источниками горячей водой, которая также хорошо влияет на заболевания желудка и кишечника. Сезоны в Азербайджане в основном выделяются четыре основных сезона. На следующем слайде мы это увидим. Фестиваль «Жара». К сожалению, да, мы пока что не имеем официальной информации, но, скорее всего, она будет перенесена на более, скажем, месяца, где люди спокойнее будут приезжать. А так, фестиваль «Жара» проходит каждое лето на берегу Каспийского моря, недалеко от центра Баку. Проходит, как вы знаете, наверное, уже несколько лет, проходят концерты мировых звезд российского шоу-бизнеса. Очень удобная транспортировка из центра города. Едут шатты на место, где проходит фестиваль. Он проходит около недели. Ну, надеемся, что купальный сезон с мая по сентябрь. Да, это Михман ответит. Спасибо, Михман. Касательно сезонов. Значит, декабрь-январь – это, конечно, зимние каникулы. Мы тоже долго их празднуем. Празднуем Новый Год. Конечно, новогодняя атмосфера в Баку. В Баку наряжается очень красиво, очень все происходит габаритно. Мы любим большие фестивали. Мы любим, чтобы все было на высочайшем уровне, очень богато и очень хорошо организовано. Ну, конечно, Баку совмещаются и с шахдагом, где можно и покататься на лыжах. Ярко празднуем праздник Новрус. Это национальный праздник Азербайджана, когда мы встречаем весну. Организовывается много концертов, фестивалей. Приезжают также очень известные мировые звезды. Очень активно и ярко празднуется Новрус, который празднуется своими обычаями, который очень интересен для туристов посмотреть, как прыгают через костер, как готовят национальные сладости, которые именно готовятся во время этих праздников и так далее, скажем. Июнь-Август — это летний сезон. Вот Мехман указал, что май, потому что Мехман обращается к российским туристам. Мы, например, начинаем плавать с июня. Но для российских туристов, для людей, которые привыкли к холоду, им уже в мае можно спокойно искупаться в море. Как я сказала, удобно то, что можно брать отели на берегу моря или же брать отели в центре города. И на такси, скажем, и такси в Азербайджане очень дешевое. Можно на такси спокойно поехать за 20-30 минут доехать до берега. Это помогает и облегчает туристам их тур тем, что можно совместить и экскурсионку в летом, можно и на берег поехать, и позагорать, и так далее. Новрус лучше видеть в Баку или в Пригорите. Ну, конечно, в центре очень много фестивалей проходит. Ну, например, в Пригорите, где вот Аташкях, я вам рассказывала, храм огня, так как Новрус связан с арастрийцами, и это очень древний праздник, в Аташкяхе, например, тоже организовываются различные фестивали вокруг храма. И это тоже очень завораживающее зрелище, например. И поэтому я бы сказала и в центре, и в загородном. Просто нужно знать, куда отправить туриста, где это происходит, где вот больше его интересно. Такси очень дешевое, ну, скажем, даже с аэропорта до центра города можно приехать на 6-7 долларов. Ну, такое дешевое. Сентябрь и ноябрь, это, конечно, сезон, когда больше всего приезжают на лечебницы, приедут на фталаны, или же, например, в Габаля находится Шинопалас, приезжают на детекс программы. Мы постараемся пригласить представителей Шинопалас также на наш следующий вебинар о лечебницах. Так что очень дают очень хорошую информацию. В целом я могу сказать, что Шино – это очень известная программа по миру, и Шинопалас в Азербайджане по сравнению с другими Шинопалас по миру считается одним из самых дешевых. Так, едите с долларами в аэропорту или же в банках города можно разменять. Можно и с рублями приехать, то есть не обязательно именно с долларом приезжать, с легкостью разменять рубль на местный монар. Так, касательно следующий слайд у нас будет насчет конгресс-бюро. Хочу указать, что при госагентстве по туризму и при бюро по туризму Азербайджана создан конгресс-бюро Азербайджана, который занимается развитием этого сектора туризма, майс-сегмента, это очень удобно для стран СНГ, потому что хорошая полетка существует, не нужна визовая поддержка, и нет языкового барьера. Очень много компаний, которые организовывают большие майс-мероприятия, и инфраструктура для этого очень подходящая. На следующем слайде очень базово дадим информацию про премиум-площадки. Хочу отметить, что в Баку, можно сказать, все мировые бренды отелей, сети отелей существуют, и очень хорошая инфраструктура также для проведения больших мероприятий, конгрессов. В моем презентации была также информация про конгресс-центр, который, вот на первой фотке слева вы увидите, конгресс-центр вмещает 2400 посадочных мест. Также центр Гейдара Алиева, также отели предлагают большие залы, где можно провести мероприятия. А также на следующем слайде вы увидите регионы, которые также могут предложить место для проведения больших мероприятий. В данных регионах также функционируют сети отелей 5 звезд, где спокойно можно отправить большие группы и провести большие мероприятия. В целом все. Я передам слово Михману, а дальше мы поставляемся ответить на ваши вопросы. Вы на слайде, на последнем слайде вы увидите мой e-mail-адрес FIDANA HONZADE. Вы можете обратиться. Я буду рада ответить на ваши вопросы, скоординировать, дать информацию о местных турах и так далее. Спасибо вам за внимание. Передаю слово Михману. Здравствуйте, меня слышно? А, да, меня слышно. Не видно. Добрый вечер. Хорошо, давайте начнем я, скорее всего, видео. Ну, пока пусть идет. Видео тоже. Меня зовут Михман Ализаде. Я директор по продажам Upchiron Hotel Group. В Upchiron Hotel Group входит 9. Ага. Мы увиделись. Очень-очень приятно. На вопросы, на чат я все буду дальше отвечать. Давайте я сначала вам расскажу немножко про отель, и потом уже буду отвечать на ваши, с радостью буду отвечать на ваши вопросы. Дорогие мои коллеги, друзья, знакомые, во-первых, я хочу вас пожелать вам здоровья, радости, счастья, чтобы в эту пандемию мы вместе, совместно с оптимистичными мыслями, мы все, чтобы все завершилось быстренько, и мы опять, мы с вами виделись, чтобы мы соскучились, я вам честно скажу, мы соскучились и по работе, и по гостям, особенно по российским гостям. Я надеюсь, что все это быстро закончится, мы опять, опять мы будем с вами сотрудничать, и будем тесно общаться с российскими гостями. Давайте по порядку расскажем вам про наши отели. Значит, наши отели, их у нас всего-навсего 9, я про всех не буду рассказывать, потому что не хочу у вас время отнять так сильно, поэтому давайте я вам буду рассказывать про городские наши отели. У нас кроме городских отелей, у нас есть горнолыжный комплекс, в Шахдах называется, это находится в Кусарах, это можно сказать, что на границе с Россией, это с севера в Азербайджане, там у нас горнолыжный комплекс, я просто видел, что у нас тут были вопросы, там у нас полноценный, скажем, люксовый горнолыжный комплекс. Спасибо. Сейчас слышно? Меня слышно? Да. Давайте подальше пройдемся. Значит, были вопросы по поводу горнолыжного комплекса, я вам по порядку расскажу быстренько по горнолыжный комплекс в Шахдах, а потом уже перейдем в Вакуу, быстренько пройдемся, потому что были вопросы. Ответ на ваш вопрос, сколько, сколько у нас длина трассы, сколько, да? Там 22 километра у нас длина трассы, у нас там около, не около, а 8 трасс, разные категории, есть черные трассы, есть красные, зеленые и синие. Просто для информации расскажу, что самое популярное среди российских гостей именно в Шахдах, среди наших, мы же ведем статистику, и в отелях у нас больше всего все-таки россияне в Шахдахе, потому что они очень любят наш горнолыжный комплекс. И чем это им нравится? Нравится там то, что по отзывам гостей, во-первых, нравится то, что толпы нет, очередей такой огромной нет, то есть когда вы катаетесь, никто вас не бьет, то есть не проезжает, не толкается. И у нас в этом году мы открыли там самую высокую точку 2351 метров. Это самая высокая точка, откуда мы спускаемся по трассе. И там же у нас находятся 4 отеля. Три из них, это пятизвездочные отели, это полноценные, очень высокого уровня пятизвездочные отели, даже многие удивляются, что такие люксовые отели мы построили, сделали именно в горах, потому что именно горнолыжка обычно бывают обычные стандартные отели. Но у нас там еще есть люксовые отели. Там, значит, у нас пик-палас самый люксовый, потом идет парк-шале, это автограф-коллекшн Мариотт, и потом идет у нас Шахдах-отел Ант-СПА, и 4 звезды у нас отель Зильга. Горнолыжный комплекс Шахдах находится от города Баку. Куда вы? Не слышу. Презентацию. Ты будешь... Да-да-да-да-да-да-да. Я презентацию, конечно, сделаю. Делаем, сделаем. Про Баку уже моя коллега вам рассказала. Это вот наш прекрасный город Баку. Давайте, если мы про Шахдах просто начали, давайте тогда я вам сначала Шахдах покажу, потом уже перейдем на наши городские отели. Как попасть в Шахдах? Прилетайте в Баку, у нас международный аэропорт, в Баку, и из Баку туда езды по прямой дороге, никакого серпантина, удобная очень дорога. Это, значит, два с половиной часа. Это у нас парк-шале отель. Напротив находится пик-палас отель, они в пешей доступности, а вот здесь слева стороны находится Шахдах Hotel and Spa. А трасса находится прямо вот слева, да, вот с этой стороны слева, в пешей доступности все, то есть никуда не надо... Слышишь меня, Микман? Да. Да, слышу. А вы меня слышите? Все в порядке? Да, давайте про Шахдах вам рассказал, давайте я вам расскажу про городские отели. У нас, значит, в городе Баку на данный момент четыре отеля. Один из них самый большой отель Азербайджана, не только Азербайджана, всего, а за Кавказией. Это называется Бульвар Отель Автограф Коллекшн под Мариот. Этот отель, он самый большой, значит, 818 номеров, как у вас медицина. А, по поводу трассы. У нас там дополнительно бесплатная страховка есть. Если даже гости, они застрахованы, у нас там есть медицинский центр, в котором все гости, которые посещают горнолыжный комплекс, они бесплатно пользуются медицинскими услугами. Дополнительная страховка с нашей стороны. Значит, я вам про Бульвар Отель говорю, это находится в городе на берегу Каспийского моря. Это городской отель. В этом отеле 818 номеров. И очень по дизайну они модерн арт дизайн сделан на отель. В отеле, значит, находится огромный спа-центр с полуолимпийским бассейном, с тренажевым залом, с видом на море. И бассейне у нас, я вам скажу, у нас хлорка не пользуется. То есть, там есть специальная озоновая фильтрация, и там вообще хлорки нет, что очень полезно, очень удобно. И длина бассейна 25 метров, это достаточно большое. И плюс в этом бульваре отеле у нас три ресторана. Один это индийский, второй это азиатская кухня, это грин, и третий это азербайджанская кухня и европейская кухня. И также этот отель очень популярный среди маис групп, потому что у нас в этом отеле самый большой конференц зал. Вот он. называется Тагеев Болрум. Он, как вы видите, он огромный, 1300 квадратных метров. И что удобно в этом зале, то, что в этом зале нету колонн. И очень удобно. И этот зал можно делить на две части, то есть 600 в одной части театральной стиле и 700 в другой части. В банкетном стиле размещает 400 человек. И в этом зале также можно одновременно транслировать три проектора. У нас они фиксированы там есть в этом зале. Кроме этого конференц-зала у нас плюс есть шесть маленьких митинг-румов, когда большая группа заезжает, потом они разделяются по разным группам, по разным размерам у нас их шесть. Дальше у нас идет интурист-отель. Интурист-отель тоже находится на бульваре, просто в другой части, где у нас есть карусель, огромный карусель, как в Лондоне, то же самое у нас в Баку есть. Вот рядом с этим каруселем у нас есть интурист-отель. Он почему и называется интурист, потому что это здание было построено в 1934 году, и наши учредители решили оставить наследие и сохранили название этого отеля. Этот отель был построен со стороны русского архитектора Александра Шусева, который построил мавзолей в России, в Москве. И в этом отеле у нас очень красивый, интересный и очень вкусный ресторан. Он называется Акабуз. Почему мы так его назвали? Значит, там у нас шеф-повар, он делает бесподобное меню, который мы называем его СССР. То есть, начиная с прибалтийской кухни, узбекской кухни, прибалтийская, грузинская, российская, украинская, все кухни там у нас очень-очень вкусные. Естественно, и азербайджанская кухня в этом отеле. также этот отель еще находится совсем рядом с большим концертным залом, называется Crystal Hall, куда приезжают российские поп-звезды на концерты, они проживают вот в этом отеле Intourist, потому что удобно очень. Кроме Intourist у нас еще есть один отель, который очень-очень любимый отель среди российских поп-звезд. Это называется Бельгия Бич отель, он находится от аэропорта в 15 минутах, он находится на берегу Каспийского моря, где есть пляж. В городе у нас не плавают, у нас плавают там, где песчаный пляж от города 25 минут езды, у нас Бельгия Бич отели, территория огромная, 14 гектаров и есть 176 номеров и плюс 14 вилл. Этот отель тоже любимый отель, я уже сказал, не только среди поп-звезд, но также россияне очень-очень любят, потому что это и семейный отель, пляжный отель, собственно, пляж 300 метров и песчаный и пологий, то есть удобно с детьми, которые умеют плавать. Также у нас есть и в этом отеле есть аквапарк, 5 горок для детей и 11 для взрослых. В этом отеле 176 номеров, они все с видом на море, вот здесь обратите внимание, все номера с видом на море. с видом на море. В этом же отеле также у нас есть конференц-зал и банкетный зал. Банкетный зал на 250 человек, тут мы делаем и свадьбу, и обучение, и также разного плана мероприятия. И также у нас тут есть конференц-зал на 600 человек. Следующий отель называется Динамо, это лакшери бутик-отель, он у нас совсем недавно открылся, в прошлом году только мы его открыли, новенький, несмотря на то, что он тоже раньше тут был клуб Динамо, и это здание мы перестали реставрировали и сделали отель. Из Франции пригласили дизайнерскую компанию Альберто Пунто, который занимался дизайном этого отеля. Начиная от посуды, заканчивая дизайн комнат, это все сделала французская компания Альберто Пунто. В этом отеле мы можем по... Не слышно? Ага, окей. В этом отеле мы можем по желанию гостя, если вы заранее нам пишите или сообщаете, какой цвет он любит, по желанию гостя мы можем разместить его по разным номерам. Если вот здесь вы видите, здесь использован зеленый цвет, а вот в другом номере использован более красный, оранжевый, туркуаз цвет. В этом отеле тоже есть спа, очень уютный, очень красивый, бесподобный такой бутиковый отель. Следующий отель, которым я хочу вам дать больше информации, это новый отель, который мы открыли только-только в марте. сейчас, он называется Merchant. Merchant отель, он совсем-совсем новенький, только в марте его мы открыли, как вы видите, мы даже в презентации еще написали, что opening in spring 2020. Отель находится в самом центре города, от девичьей башни пешей доступности 500 метров. Спасибо. 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 Добрый раз, извините за не технические неполадки. Меня слышно? Да. Все отлично. Иногда бывает в интернете, я думаю, что ничего опять выходит на сонный центр. А, отлично. Спасибо, Федяна, что ты меня выручила. Этот отель находится прямо в центре города, и он совсем, кстати, новенький, очень-очень красивый. От него очень-очень близко музей Ширваншахов, который находится в старом городе, где, как моя коллега упомянула, было снято много известных фильмов, одни из них, которые «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тигран-43» и так далее. Этот отель, он отличается от других, тут уже как можно добраться до Баку, уже Федяна рассказала. Вот он, как он выглядит, это внутренняя часть этого отеля. Кстати, вот про этот, это бутиковый отель, он не 5 звезд, потому что у него спа нету, но по ценовой политике он будет достаточно-достаточно хорошим и приемлемым для всех, для наших гостей. Это вот прямо улица, про которую вот рассказывала Федан, вход, вот это вход, и это ресепшн, на ресепшне очень-очень интересно, как вы видите, дизайн новый, красивый, да-да-да, вы правы, очень-очень необычный. Вы заходите, прямо вот попадаете в этот ресторанчик, ресторанчик тоже очень красивый. И, кстати, для информации я вам расскажу, это 4 звезды, из-за того, что у него просто бассейна нет. Вы сейчас увидите, вы поймете, что это мерчант, мерчант Баку. Это здание было построено в 1898 году. И мы его переделали, сделали реставрацию, сделали вот красивый такой уютненький отельчик. Это тоже вот ковид, каминчик, это все вот очень-очень красивый, такой уютный отель. В этом отеле у нас необычное меню. В этом отеле делают, у нас, мы специально обучали наших коллег в Штатах, и они делают необычные-необычные коктейли, новые мерчант Баку. Елена, спасибо, благодарю. Вот наши ребята делают вот очень такие специфические, необычные, оригинальные такие коктейли. Просто для информации я вам скажу, что даже вот лед, который в коктейле, да, даже на льду есть эмблема этого отеля, когда вы пьете. В общем, вот один из некоторых известных коктейлей, который делается именно в этом отеле. Второй никотей такого не делает. Это вот потолок этого ресторана. Давайте, вот видите, какой вид. Он прямо рядом со всем старым городом, и отсюда видно Flame Tower. Вот это номера. Обратите внимание на эти номера, потому что потом вам будут заданы вопросы, и кто ответит на вопрос правильно, им будет, этому человеку будет приз. Номера всего у нас тут 63, из них твинов 13. Стандартный номер 35, 38 квадратных метров. Некоторых из них, вот этот твин, да. Некоторых из них есть даже балкон. Есть курящие, есть некурящие номера. А в этот отель не пускают с домашними животными. Вот видите, какой вот именно дизайн сделан. Восточный такой, не совсем восточный, а модерн-арт все-таки. И классика есть, и модерн-арт. Вот это ванная комната. Очень красиво. Совсем-совсем новенькие. И, как я уже говорил, местоположение очень-очень хорошее. Есть курящие, есть некурящие номера. У нас только вот несколько... Вы сами понимаете, что сейчас весь мир борется с курением, но мы все-таки немножко лояльны, и оставили вот в этом бутике-отеле всего 6 номеров для курильников. Те, которые курят. Еще те, которые курят, для них балконные номера. Обратите внимание, пожалуйста, на этот дизайн. Как я говорил, уже будет розыгрыш. А розыгрыш будет уже стоить. На этом, в принципе, моя презентация отеля закончилась. Жду ваши вопросы. Если какие-то вопросы, если что-то было непонятным, примите мои извинения из-за того, что технические неполадки с интернетом было. А так всегда готов, всегда рад, всегда с радостью буду отвечать на ваши вопросы, особенно на ваши заявки. На пляж возят? Возят. Да, это же наш пляж, да, мы возим. Есть пляжные отели? Я уже рассказал, Бельгия Бич, это наш отель. Это звездочный отель на берегу. У нас розыгрыш. Микмал, может, ты повторишь вопрос? Я еще вопрос не задал. Я думала, ты уже там вопросы задаешь. Хорошо. Нет, 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 я не задал. Есть вопросы? Тогда договорились. Пишите вопросы, мы отвечаем на вопросы. Дальше у нас вопрос к вам. И что выиграет победитель, Микмал? Победитель выиграет две ночи с завтраком на двоих, бесплатно, в одном из самых крупных, самых красивых пятизвездочных отелях нашего сети, нашей группы. Отлично. Значит, мы задаем вопрос. Кто первый ответит в чате на вопрос, получает от Абширона Тельгрупп данный подарок? Все? Можем задавать вопрос? Вопросы есть ко мне? Нет. Нет. Тогда давайте задаем вопрос уже, да? Мехман? Да, если ко мне нет вопросов, есть ко мне какие-то вопросы? Нет. Нет. Ничего не слышно. Тишина. Я жду две ноти. Задавайте вопрос. Хорошо. Посмотрим, насколько вы внимательно послушали. У матросов нет вопросов. Внимание, вопрос. Всем слышно, правильно? Да. Отлично. Вопрос такой. В каком году был построен здание отеля Merchant? Ответили. Ой, ответили. Ой, ой, ой. Елена Крылова. Елена Крылова, вы самые быстрые, самые, самые. Какой правильный ответ? Прошу прощения. Марсиль. Да. Секундочку, секундочку. Какой правильный ответ, Нахмал? Давайте посмотрим, как... 1898. А кто первый? Подождите секунду. Наталья Бехметьева. Бехметьева. Наталья Бехметьева. Да, первая она. Наталья у нас первая. Давайте посмотри. Третий ответ. И он верный. 1898 год. Наталья Бехметьева. Я не вижу. 19... Я не вижу. Да, 1898 год. Ну, да. Хорошо. Пожалуйста, Наталья Бехметьева. Я вас не вижу. Я вам оставлю свой имейл. Пожалуйста, отправьте туда ваши данные. И мы вам отправим. Или же хотите... Фидан, через тебя сделаем или как? Вот на слайде вы видите. Event.marketing.собачка.tui.ru Вы обратитесь к ним, и они вас свяжут с Мехманом. Он обязательно поделится вашим подарком. Спасибо, Наталья. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Дорогие коллеги, спасибо вам всем. Берегите себя и своих близких. Жду вам здоровья. Не болейте. Улыбайтесь почаще и приезжайте к нам. Спасибо. Всем здоровья. До скорой встречи, надеюсь. Пока-пока. Пока. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...